МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посмотрите новости на телеканале Первый Караганинский. В студии работы Исайя Балмакаев. Здравствуйте. Вначале о главном. В Караганинской области завершилась уборка урожая. За крома поступило более 880 тысяч тонн зерна, намолоченного с площади 842 тысяч гектаров. В центре скандала одна из городских средних школ. Около года учительница находилась под прямым руководством своего мужа, а затем еще и получала двойной оклад. Разговоры по мобильному во время движения. Нарушение правил маневрирования. Это самые распространенные нарушения, которые совершают водители общественного транспорта. В Караганинской области завершилась уборка урожая. За крома поступило более 880 тысяч тонн зерна, намолоченного с площади 842 тысяч гектаров. Среднеурожайность зерновых составила 10,5 центнера с гектара. Итоги уборки озвучили на аппаратном совещании в Акимате области. В Карагандинской аграрии собрали более 640 тонн пшеницы. Урожайность картофеля составила 270 тысяч тонн, овощей около 42 тысяч. В этом году для проведения уборочных работ сельхозтоваропроизводителям выделили 15 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. Осенние работы на полях не заканчиваются. В целях освежения и формирования резервного запаса зерна, осуществление стабилизационной функции в внутреннем рынке продовольственной корпорации объявила закуп пшеницы 3 класса. В области проводится работа по сдаче продкорпораций пшеницы во общий объем, который составляет 54 тысяч тонн. В настоящее время районами данный объем распределяется в разрезе сухотворопроизводителей. Уже закупили 100 тонн муки. Это поможет сдержать цены на хлеб. Дополнительно планируется приобрести еще 400 тонн. Аким области жены Скасымбек поручил держать ситуацию с ценами на особом контроле. Информация поступает, что не хватает запаса меньше, чем на неделю, на две недели и так далее. Эта беспокойность вызывает. Мы должны ситуацию под контролем держать. Поэтому всех участников рынка, которые заинтересованы, влияют на ситуацию. Завтра пригласите. Уделил внимание Аким области и сезону ярмарок. В Караганде АОЛ Береке-2019 сортует уже в эту субботу, 19 октября. Такие ярмарки пройдут во всех городах, спутниках и районных центрах. Они пользуются популярностью у населения. Это прекрасная возможность для людей закупить мясо и овощи по ценам на 10-15% ниже рыночных. Дефицита продуктов в этом году не будет. У вас начинаются ярмарки, да, ежегодные? Да. Мы уже в Астане провели, 5-6, а теперь в Караганде будут в эту субботу-воскресенье. И дальше продолжим мы до глубокой осени проводим. Тогда надо правильно информировать горожан о той работе, которую проводите. На 15-20% там цены дешевле, да, наверное. Поэтому необходимо эту работу осветить хорошо. Торговые палатки с продукцией от местных производителей будут установлены на площади по улице Олимпийской за стадионом «Шахтер». В этом сезоне сельчане готовы поставить на продажу свыше 1800 тонн своей продукции. Планируется реализовать на ярмарках более 230 тонн мяса, свыше 1100 тонн картофеля, 340 тонн овощей. С начала года в области уже прошло 625 сельхозярмарок, на которых реализовано около 6000 тонн продукции. Очередных браконьеров задержали в Караганинской области. На территории Актугайского района полицейские задержали двух мужчин. На автомашине Нива-Шевроле с подложными номерами. В багажнике обнаружено три туши животного, предположительно косули. Каких-либо разрешительных документов на паровоз или приобретение у задержанных не имелось. Также в ходе осмотра обнаружены два гладкоствольного ружья 12-го калибра. Проводится расследование. Разговоры по мобильному во время движения. Нарушения правил маневрирования. Это самые распространенные нарушения, которые совершают водители общественного транспорта. В Караганинской области продолжается оперативное мероприятие «Автобус». С начала года в Караганинской области с участием автобусов произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В ходе оперативного мероприятия «Автобус» полицейские проверяют техническое состояние и законность конструкции городских автобусов. Однако переоборудование – это не самый распространенный вид нарушения. Только за четыре дня отработок пресечено более 500 нарушений. Больше всего вы идтили за данный период, разговаривали по телефону, наступного факта. В 62-2 раза нарушили правил маневрирования. В 6 фактов выявлено нарушение, превышение загрязняющих веществ, как и газа. Также выявлено 15 пассажирских транспортных средств с переоборудованием, без соответствующих разрешения. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» будет продолжаться до 17 октября. В это время увеличена плотность нарядов на автодорогах. Продолжают совместную работу группы из числа представителей общественности, инспекции транспортного контроля, транспортной прокуратуры и департамента экологии. Мы сегодня проверяем входы и настиг, потому что транспорт был замерен пока на данный момент приятель транспорта. Из них нахваты повышения на 45 и 1%. Получается норматив у нас не более 50%. Без основного, без основного, без основного. С января текущего года водители общественного транспорта 654 раза нарушали правила дорожного движения. Пять аварий были со смертельным исходом. Более 40% городских автобусов значительно превышают норму выбросов вредных веществ в атмосферу. Андрей Танаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В стране полным ходом идет третий этап проекта «100 новых лиц Казахстана». Заявки можно подавать на специальном сайте до 20 октября по шести сферам деятельности. Это наука и общество, бизнес и спорт, культура и медицина. Этот своеобразный конкурс позволяет людям, которые добились многого, рассказать всей стране об истории своего успеха. Проект «100 новых лиц Казахстана» продолжается и набирает свои обороты. В стране стартовал третий этап. В этом году немало изменений. Например, теперь можно самому подать заявку на участие в конкурсе. Раньше это делал трудовой коллектив или общественная организация. Если ты успешен во всем и хочешь поделиться своей историей, то этот проект – хорошая возможность. В этот раз акцент решили сделать именно на молодых и успешных. И это неспроста, ведь именно 2019 год объявлен годом молодежи в Казахстане. Подать заявку могут граждане до 39 лет по шести направлениям – наука и общество, бизнес и спорт, а также культура и медицина. Подать заявку на участие в проекте можно до 20 октября. Дальше следует этап голосования, заседание специальной комиссии. Итоги проекта подведут в декабре на презентации с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева. В прошлом году победителями стали 29 человек. Среди них чемпион мира по спортивной акробатике – карагандинец Никита Амоскин. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В войсковых частях Вооруженных сил Казахстана начались торжественные мероприятия, связанные с проводами солдат срочной службы. Одними из первых домой проводили военнослужащих войсковой части 31-775. 50 парней вернулись в Павлодарскую область. За добросовестное отношение к службе, качественное выполнение учебно-боевых задач военнослужащие были награждены грамотами и благодарственными письмами родителям. Провожая солдат, командир части подполковник Нургожин пожелал им найти верную дорогу в жизни. Молодые люди, в свою очередь, поблагодарили своих командиров. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим командирам, которые обучили нас военному делу, воинской дисциплине, порядку и коллективу. Я сам родом из Павлодарской области, славного поселка Байнаул. Хочу пожелать своим землякам, чтобы они отслужили в армии, чтобы они научились военному делу, военному порядку и военной дисциплине. Приехали домой настоящими мужчинами и порадовали своих родителей. В вооруженных силах Казахстана осенью текущего года будут уволены в запас около 6 тысяч военнослужащих срочной службы. В течение года они освоили воинские специальности, достигли значительных результатов боевой подготовки. Отметим, военнослужащие войсковой части 31-775 принимали участие в городских мероприятиях, таких как День защитника Отечества, День Победы, учения Айбин-2019 и мероприятиях, посвященных столетию Героя Советского Союза Нуркена Абдирова. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом все. Если у вас есть интересная информация, звоните на по телефону 42-06-49. Телеканал Первый Карагандинский. Будьте с нами и узнаете новости первыми. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова